Даже в этом мире ценят способность человека быть благодарным. Когда человек умеет благодарить, говорить спасибо. Когда человек умеет быть благодарным, чтобы оценить и отнестись с уважением к заботе, к любви, к тому добру, которое к нему проявляют другие. Это ценится даже в мире. И мы часто, к сожалению, ну к моему сожалению, видим, как неблагодарность, именно неспособность ценить, когда не уважают заботу, любовь или добро, оно становится нормой. Нормой в наших взаимоотношениях. Когда люди превращаются в эгоистичных пользователей, потребителей и ставят все вокруг себя так, чтобы весь мир крутился только возле их интересов. Ну, не это меня печалит. Нет. И не об этом я хочу говорить. Я хочу говорить о том, что этот дух неблагодарности очень часто проникает в церковь, в климат церкви. И он разрушает не только взаимоотношения между людьми, но самое опасное и, наверное, самое важное нам понять, что дух неблагодарности разрушает наши отношения с самим Богом. Когда мы неблагодарны, когда мы становимся потребителями, когда мы становимся, знаете, вот требуем к себе внимания, но в ответ мы не даем ничего, мы не ценим, мы не уважаем. Этот дух очень опасен, если он спрятался в сердце верующего человека. Человек неблагодарный Богу. Вы знаете, я сейчас приведу несколько примеров. Я помню, как один брат сказал, он так на эмоциях. Почему Бог не дал мне жену? Почему? Мне уже 40 лет, а он не дал мне жену. Я сколько должен еще молиться? И знаете, он сказал так, как будто бы, ну, знаете, это Бог виноват, что у него нет жены. А еще параллельно с этим скажу, как одна сестра, она была дважды уже замужем, покаяла, значит, пришла в церковь и говорит, ну, и где Бог? Ну, и где? Сколько можно просить? Ну, сколько можно просить? Я прошу мужа, а он мне не дает. Он не дает. Знаете, я понимаю, что Богу поставили позицию виноватого. Другой говорит, ты знаешь, ну, я не могу понять, Бог со мной не разговаривает, он что-то такой, как бы, как безразличный. Я столько просил о помощи, а он даже не отреагировал. Он не дал мне ответа. А еще сестра на память приходит, она мы с ней когда разговаривали, она говорит, знаешь, я вот не могу понять его. Я его просила денег, мне нужно было срочно, я хотела кое-что купить себе, я просила денег. А он мне не дал. Он мне не дал. И знаешь, что я сделал? Мне пришлось брать кредит. Опа, вот это надо же тебе, Бог виноват, что ты сделала кредит. И вы знаете, я когда, ну, слышу это, я удивляюсь. Я удивляюсь, знаете, с цинизма, с холода, или с непонимания, или с отсутствием откровения. Я не могу понять, что нас толкает обвинять Бога и быть неблагодарными. Я помню, как брат сказал, говорит, ты знаешь, я немножечко огорчен на Бога, это прямым текстом, говорит, так он сказал. Я говорю, почему? А я переболел ковидом. Я говорю, в смысле, и что? Ну, а почему он допустил меня переболеть ковидом? Почему, говорит, ты не болел? Я лично не болел ковидом. И не прививался. Я противник этого. Ну, а вот, а я переболел. Подожди, ну, как вы можете обвинять Бога? Я сегодня хочу сказать именно об этом, что нам, верующим людям, нужно научиться быть благодарным Богом. И для этого нужно кое-что понять. Не просто имитировать благодарность, не просто, знаете, создать такую ауру благодарности, а понять, получить откровение в сердце, почему, несмотря ни на что, мы должны быть благодарными Богу. И, уверяю вас, нам есть за что его благодарить. Несмотря на то, что там кто-то мужа не получил, кто-то жену не получил, кто-то ковидом переболел, несмотря ни на что, на это нам есть за что благодарить сегодня Бога. Позвольте, я прочитаю вам сейчас отрывок с 1 Фессалоникийца, 5 глава. Я буду читать 16 стиха. Смотрите внимательно, что говорит апостол. Всегда радуйтесь. То есть вы понимаете, что он писал эти строки, когда были непростые ситуации, когда были гонения, когда были серьезные испытания у верующих людей. И он пишет, всегда радуйтесь. Потом непрестанно молитесь. И дальше. Вот интересная мысль. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Опа! Вы знаете, хочу вам сказать такую мысль. Человек радуется, когда он благодарен. Вот когда вы благодарны, вы действительно радуетесь. А одна из причин, которая является нашим источником радости, вот это именно является наша благодарность. Если мы действительно поняли, что для нас сделано несравненно больше того, что мы видим, что нам дано несомненно больше того, что мы могли бы получить, что у нас на самом деле нет причин для печали. У нас есть очень огромное благословение. Мы всегда будем радоваться. Поймите, когда мы поняли, что действительно для нас сделала Бог. Когда вот мы это увидим, что получим не на уровне знаний, на уровне откровения. Что для нас сделала Бог. Я уверяю вас, многие вопросы отпадут сами по себе. Мы будем радоваться, несмотря ни на что. Несмотря ни на... Послушайте, я понимаю, разные бывают ситуации, испытания, тяжелые периоды, потрясения жизни, всякие стрессы. Я понимаю стрессы. Послушайте, но если мы понимаем, что для нас сделала Бог, это все займет свое место. И мы будем все равно радоваться, несмотря ни на что. Мы иногда забываем, а иногда даже не ценим, что на самом деле для нас сделала Бог. Он сына отдал. Вдумайтесь в мои слова. Он отдал сына ради того, чтобы нас спасти. Разве этого мало? Я вам сейчас расскажу одно интересное свидетельство. Он в семье алкоголиков. Вырос в семье алкоголиков. Его отец повесился. Мама покончила уже самоубийство. То есть вот такая семья, очень печальная семья. Он один ребенок, и он алкоголик с детства. То есть он хронический алкоголик. То есть он пил с мамой, с папой с самого детства. Вот такая аморальная семья. Жили они очень бедно и несчастно. Он мне рассказывал, как я сижу в сарае, где повесился мой отец. Я смотрел на этот, я не знаю, что-то там палка была, или что-то, может какая-то, на чем он повесился. И говорит, смотрел, думаю, слушай, ну, а что толку от этой жизни? Ну, я повешусь. И я, говорит, взял веревку, все это самое повесится, приготовил и думаю, да сейчас я как выпью напоследок. Вот допью прям бутылку. Я, говорит, прям с залпа как дал ее. И меня вырубило. Я хотел повеситься, но меня вырубило. И, говорит, в этот момент я помню, когда я отключился, я попадаю, я падаю, не попадаю, падаю куда-то в какое-то темное-темное место, где огромно сильно вонь, даже в туалете, вот, который не чистили долгое время, не такая вонь, как там. Застоявшаяся вонь, разлагающегося мяса каких-то, вот, фекальных. Я, говорит, стоял, у меня же глаза резут, как вонь, и жарко. Везде, знаете, воздух такой, как Марьева. Он расплавленный, жарко, и стоны, крики, и вопли. Я стою, я понимаю, я один, я никого не вижу, я только слышу это, ощущаю. И, говорит, ко мне подходит существо самых мерзких обличия, огромных размеров, и, говорит, называть мне по имени, говорит, ну что, привет, я давно тебя жду. И хватает меня за руку. Говорит, вы не представляете, насколько мне стало страшно, насколько мне стал этот момент жутко, насколько я испугался. И он дернул за руку так, меня, и потащил туда, вглубь, где были эти крики, что все, что я сделал, это как, знаете, ускоренная съемка. Я вспомню, что когда-то я слышал об Иисусе. Я ничего о нем не знал, я просто слышал, что Иисус – Бог, что если призовешь имя Господне, там спасешься, кто-то мне проповедовал. Я и тогда цинично к этому отнесся, посмеялся. И я, говорит, как заорал Иисус. И, говорит, я пришел с себя, в сарае, я посмотрел на эту веревку, и у меня очень сильно болела рука. Мне, кстати, две таких истории было, похожи. И, говорит, я понял, отчего меня спас Бог. Я, говорит, бежал в церковь, я больше с того дня не пил. И, говорит, я понял, отчего меня спас Бог. Что все, что сейчас вот в моей жизни было, это мелочь по сравнению с тем, что меня ожидало. Я так благодарен ему, я, говорит, со слезами каялся. Пастор стоял в шоке. А мне такая дурная слава была. Он стоял на меня, смотрел в шоке, говорю, вау, что с тобой, брат? И, говорит, я рыдал, говорит, я больше никогда не уйду с церкви. Я больше никогда не отпущу Библию из рук. Я буду молиться день и ночь. Я настолько был испуганный. И, говорит, с тех пор я стал верующим. Я, говорит, сделал ремонт в квартире, в доме. Я там женился, и моя жизнь изменилась. Говорит, но я никогда не забуду. Я никогда не забуду, отчего меня спас Бог. И что бы я ни проходил, я вспоминаю этот случай, я туда не попаду. Я позвал его. Он пришел за мной за грешным и вытащил меня оттуда. Я, говорит, буду ценить это. Он отдал за меня сына. Разве этого мало? Он спас нас от печальной вечности. Вы знаете, иногда меня удивляет жестокость сердец людей, которые сфокусированы только на своих проблемах. И они всегда обвиняют Бога. Мало того, что они его не благодарят, они еще и обвиняют. И обвиняют там, где они были неправы. Я помню, была свадьба, и семья верующих была на свадьбе. Я не помню, кто были жених и невестой. Ну, вот супруг сестры, ну, тоже как бы ходил в церковь, ну, скажем так, номинальный христианин. Он выпил. Хорошо выпил, потанцевал, все. А утром ему за руль. Он ездил на машине предприятия, возил, по-моему, воду. Я не помню, там что-то с бочкой было связано. Вот он, значит, а утром ему за руль. Он верующий, но у него была слабинка. Он допускал компромиссии, когда-никогда выпить. И вот он выпил. Утром садится за руль, и никогда там не было ГИБДД, никогда там не было инспектора в ГАИ. А его тут вот, вот именно на пустом месте, там их никогда не было, его останавливают. И все, а у него перегар. Он трезвый, а у него перегар. Но он объясняет, да я вчера выпил этот... Ну, неважно. В общем, был суд, штраф, лишение прав. И я помню процесс, когда было вот это разбирательство, как сестра звонила, и он звонил, молитесь, пускай Бог меня помилует, пускай Бог, значит, сделает так, чтобы меня не лишили прав, чтобы не выписывали штрафа. Его лишили прав, ему выписали штраф. И в конце я помню, ну и где ваш Бог? Стоп, стоп. Что значит, где наш Бог? Наш Бог на месте. А где вы? Почему вы в своей жизни допускали компромисс? Вы этого не видите? И с ее уст, и с его уст были такие обвинения, а что толку ходить в церковь? Ну, мы молились, и все равно у него забрали права. И где эта сила молитвы? И где ваш реально живой Бог? Да пожалуйста, это ваше право, ходить в церковь, не ходить. Вы не поняли главное, что для вас делал Бог? Вы допускаете в жизни компромиссы, вы допускаете соблазны, вы сами виноваты, в том вы это не видите. Почему? Потому что сердца заплыли жиром эгоизма. И вы еще обвиняете Бога. Кто вам дано это право? Кто вам дано это право? Я извиняюсь, что говорю в сердцах, потому что я когда это слышал, я говорю, вы хоть даете отчет, что вы сейчас говорите? Вы допускали компромиссы. Вы сами виноваты. И вы сейчас все равно обвиняете Бога. Того, кто не виновен в этом. Я, знаете, скажу больше от себя, что я неизвестно, чем бы закончилась ситуация, если бы не лишили прав. Потому что компромисс с компромиссиком, соблазн с соблазном, а может быть была еще бы одна пьянка, и кто знает, чем бы это закончилось. Давайте представим. Давайте представим. на лестничьей площадке. И у вас сосед, которого вы не знаете. Серьезно заболел. Просто вот давайте сфантазируем. Вот такую ситуацию. Он заболел, и ему нужна срочно большая сумма денег на операцию, чтобы спасти ему жизнь. И вы об этом знаете. И ваше сердце настолько расположилось, что вы продали все, что имеете. Все, что имеете. И все вырученные деньги вы отдали на эту операцию, чтобы спасти жизнь вашему незнакомому соседу. Все, операция прошла, соседа спасли, все хорошо. Он живой. Ну, представьте вот теперь себя, поставьте на место этого человека. Это вы продали все. Что бы вы ожидали от соседа? Он знал, что вы продали. Он знал, что вы пожертвовали деньги. И я уверен, вы ждали бы благодарности элементарной. Это был бы очень хороший жест. Вы сделали очень хороший жест. Но вы вдруг увидели другую картину. Сосед, который вы ждали благодарности, вдруг вам говорит. Во-первых, он вас не поблагодарил. Он нас упрекнул. А что вы не купили ему кожаные туфли, дорогую машину? И у него уже мобильник старый. А почему, когда у него было плохое настроение, вы его не поразвлекали? У него болела спина, и вы не предложили ему массаж? Вы знаете, иногда именно так поступают люди. По отношению к Богу. Ох, на мобильник не дал. Денег не дал. Жену не дал. Мужа не дал. Он сына отдал. Не забывайте. Он сына отдал. За то, чтобы ты не попал в ад. Чтобы ты не попал в вечность мучений. Он сына отдал. Единственное, дорогого. Неужели этого мало? Неужели этого недостаточно, чтобы быть благодарным? И мы все равно не боимся, знаете, вот поставить Бога в позицию виноватых и не благодарить. А где ваш Бог? Да наш Бог на месте. Где ваше сердце? Мне, знаете, вот интересно, когда бы сосед поднимался по лестнице и сказал про кожаные туфли, вот я возвращаюсь к этому примеру, про машину, про массаж, что бы вы почувствовали в сердце? Я не знаю, но я уверен, что вам было бы больно. Еще, знаете, я хочу привести одну историю. Она меня очень тронула. И я честно скажу, я даже молился, я даже слез не мог сдержать потом. Одна сестра, пенсионерка, очень такая бабушка, добрейший души человек, добрейший. Она узнала, что у одного брата, новобращенного в церковь, нет телефона. И она тайне от всех насобирала денег. То есть сумма, это более чем 3 ее пенсии. Ну, я не знаю, какая там пенсия, но эта сумма, я знаю точно, более чем 3 ее пенсии. И она подошла ко мне и говорит, пастор, можно, я не хочу, чтобы он знал, вот вам деньги, купите ему хороший мобильник. Этого хватит. Я посмотрел на ту сумму, и я понял, что я могу купить мобильный, телефон ему лучше, чем даже у меня было на тот момент. Этих денег было достаточно. Функциональный, хороший, мобильный телефон, даже хватило бы денег на новый чехол, на наушники. То есть, этих денег хватает на хороший телефон. Учитывая, что у него вообще нет телефона, я подхожу к брату, я такой радостный, говорю, брат, слушай, тут такое дело, ну, хотя тебя благословище, он хочет остаться в тайне, поехали купим мобильный телефон. И мы с ним поехали в салон мобильной связи. И я когда подошел, значит, к консультанту, сказал, что у нас есть такая сумма, и он предложил телефон, ну, действительно, в раза два лучше, чем мой. Все функции, все необходимое. Я говорю, брат, смотри, я такой радостный был, смотри, вот какой телефон, у меня, у меня хуже. И, знаете, я такое увидел его лицо, он так скривился, ну, говорю, я не знаю. Я бы удивлен в свою реакцию, слушайте, вообще телефона нет. И ты так себя ведешь, меня, знаете, вот тогда мне что-то аж рухнуло. Я говорю, в смысле, что ты не знаешь? И он показывает мне, я не знаю, это, как назвать, дерзость или хамство, наглость. Стоит в другом, значит, секции телефона, айфоны, в раза три-четыре дороже, чем вот этот. Я говорю, вот этот хочу. И, знаете, мне такое взял, вот я чисто, я раскаиваюсь, мне даже зло взял. Я говорю, а на него будешь зарабатывать себе. А на него будешь себе зарабатывать, ты хочешь, родной. Человек в себе отказал, собрал деньги. Я ему купил этот телефон, который вот на ту сумму хватало, с наушниками, потому что я обещал сестре, я бы, честно, я уже не покупал бы. Дал ему, говорю, вот, прими как с благодарением от человека тебе благословения. И, знаете, последняя была капля, я даже ушел без него. Он так берет, так, ну, ладно. Все, у меня просто все рухнуло. Я пришел домой, я встал на колено, говорю, господи, что это сердцами? Я ставлю себя на месте этого человека, да я бы радовался, я бы ликовал. Бог расположил сердце сестры. Она себе во всем отказала. Ну, почему ты так не ценишь? Позвольте, я прочитаю сейчас один отрывок из книги Деяния. Это Деяния 16-го, 2-го стиха. Смотрите. Народ тоже восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и дав им много ударов, ввергли в темницу, пригазав темничному стражу крепкости речи. Печальная ситуация. Печальная ситуация. Смотрите. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги забил в колоду. Вот действительно и смысл печалиться. Вот есть причина для печали. Смотрите, что делают Павел и Сила. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевая Бога, устники же услышали их, вдруг сделались великие землетрясения, на что поколебалось основание темницы. И в тот час отворили все двери и все узы ослабели. А теперь подумайте об их состоянии. У них была причина и повод огорчиться и печалиться. Они стали славить Бога. Вот что такое благодарное сердце. Это сильное сердце. Это именно сила Духа. Это зрелость. Это духовность. Это способность быть благодарным. Я скажу вам больше, вот закончу, значит, такой мысль. Если ты хочешь видеть Божьи знамения, силу, хочешь видеть свободу, учись ценить. Учись быть благодарным Богу за все, что Он дает в твоей жизни. Учись ценить и быть благодарным Богу за все, что Он дает в твоей жизни. Поймите, если ты хочешь, вот на основании этого стиха, чтобы в твоей жизни поколебались основания всех твоих темниц, рухнули все цепи и окопы, и ты получил свободу, славь Бога. Благодари Бога. Радуйся за все, что Он дает. Несмотря ни на что, ты много будешь проходить испытания. Ты много встречишь злых людей. Ты много встречишь всяких событий некомфортных. Ты много встречишь, может быть, зла уже и боли. Но ты помни, что Бог сделал для тебя. Он Сына отдал. Он достоин всегда только славы и благодарности. И помни, что куда бы ты ни попал, в какую бы сильную плохую ситуацию, темницу, тебе одели кандалы и оковы, Бог с тобой рядом будет. Славь Его и благодари. Никогда не становись в ряды неблагодарных эгоистов. Никогда не становись в ряды людей, которые не благодарят, оставят Бога виновных. Ты духовно сильный человек. Благодари своего Бога всегда. Аминь. Друзья, поддержите наше служение молитвой. Для нас это очень важно. И если вы имеете возможность и желание посеять свои финансы в наше служение, в наш труд, то вы можете сделать перевод на указанные банковские карты. Спасибо вам большое за поддержку, за доброе слово, за ваши молитвы. Да благословит вас Господь.